Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это мукбанг сладкий. Так как много было комментариев насчет того, что все хотят сладкие мукбанги, я решила, почему бы нет. Я ходила в Браво и там закупилась всего. Даже сняла для вас влог, который вы можете увидеть на моем канале. Такой вот тортик, пирожное, так скажем, стоил 2 монота 20 копеек. И вот этот вот огромный стоил 1,70, по-моему. В общем, странно, что этот дороже, чем тот. Но попробуем мы оба. Ой, да. Мне кажется, я немножечко приболела гриппом. Пойду, куплю себе тарафлю. И отлежу сегодня. Каждый раз, когда у нас выключают свет или выключают газ, я вам говорила, что отопительная система у нас постоянно гручит. И так как родителей не было дома, ее чинить пришлось мне. Я позвонила по видеосвязи двоюродному брату. Он мне объяснял, как, что надо делать. И я это все делала. Но дело в том, что комби, как я вам всегда рассказываю, он находится на балконе. На улице был ужасный просто ветер. Я вышла буквально в одной футболочке и целый час стояла и настраивала комби. Как же вкусно. В общем, настраивала, настраивала и донастраивала до того момента, что прям одубела. И сегодня я уже замечаю, что я приболела. Я даже знаю где, когда и во сколько. Какой крем нежный. Сегодня сделала вот такой вот макияж. Вообще, когда я использую шиммерные оттенки теней, у меня такое ощущение, что у меня такое ощущение, что у меня как будто глаза вот грязные. Когда я наоборот использую какие-то, например, матовые тени, мне реально очень нравится результат. Вот такой вот круассанчик взяла. Обычно я всегда беру со сгущенкой. В этот раз взяла с джемом клубничным. Все клубничное я просто обожаю. Как только я начинаю снимать видео, начинаются вот эти посторонние звуки. Едут машины, там, не знаю, сосед что-то задевает. Вкусно, очень вкусно. Вообще, сладкое это как наркотики. Когда ты подсаживаешь твой организм на сладкое, тебе каждый день хочется. Люблю взбитые сливки. Вот, когда вы их вот так утрогаете. Такой приятный звук. Мы вдвоем, можно сказать, с бабушкой. Родители до сих пор не приехали. Должны были приехать где-то, наверное, неделю назад. И давайте немножко поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Обязательно подписывайтесь. Там в разделе актуальное. Я специально оставила опросник. Туда вы можете задать любой вопрос, который вам интересен. И когда я снимаю видео, я заглядываю туда и отвечаю на ваши вопросы. Все просто. Вот такой вот интересный вопрос. Есть ли блогеры, которые тебе не нравятся и раздражают тебя? Вот если честно говорить, вот прям положа руку на сердце, реально есть такие блогеры, которые очень сильно меня раздражают, не нравятся мне, но я стараюсь просто не смотреть и я блогеров. Вообще, я скажу так, я вообще не смотрю блогеров детей. Вообще. Не то, что они меня раздражают, это вообще не к этому. Я просто не смотрю, мне реально не интересно. Как вкусно. Какой вкусный тортик. Я смотрю. Когда мне надоедают мукбанки, я начинаю смотреть бьюти-блогеров. И знаете, мне очень нравятся коллекционеры. Мне нравятся блогеры, которые что-то коллекционируют. Да что угодно там. Это могут быть и стикеры какие-то, и косметика. Пусть бюджетная, пусть недорогая, но... Люблю именно коллекционеров. Красанчик. Мне очень не нравится, когда блогер ругается матом. Я вам говорила до этого тоже. Может, для кого-то это норма. Или кто-то считает, это круто, типа я ругаюсь матом. У меня клево получается. Но меня очень сильно отталкивает, когда блогер ругается матом. Я могу употреблять какие-то жаргоны, но именно мат... Не то, что я считаю, это как-то в воспитательных целях, то есть YouTube смотрят и дети тоже, и они пусть не слышат. Дело не в этом. Мне просто самой неприятно слушать человека, который постоянно через слово ругается матом. Это очень отталкивает. Следующий вопрос. Твои отношения к коронавирусу и что делать, когда вся земля болеет? Ну, если честно, я даже не знаю, что советовать. В начале, когда я узнала об этой эпидемии, так скажем, да, у меня была паника какая-то, но сейчас я стараюсь как бы взять себя в руки. Мне кажется, все-таки смертность не настолько велика, чтобы входить в паник. Это же не рак. Мне кажется, это что-то наподобие гриппа, просто другой вирус. Мне кажется, просто нужно по минимуму выходить из дома, минимум контактировать с людьми, мыть чаще руки и носить маски. Кто бы что ни говорил, я вот в инстаграме выложила сториз, где маски, и все говорят, вот, нафига эта маска нужна, она ничем не помогает и так далее. Но если государство нам говорит о том, что это мера предосторожности, мне кажется, мы должны прислушиваться. Страх, он, конечно, есть, но запомните, очень маленький процент смертности это очень радует. Если так смотреть, от гриппа тоже очень много людей за год умирает. Поэтому не нужно входить в панику, на мой взгляд, но нужно по минимуму выходить из дома. Вот я купила продукты, половина из них еще и в холодильнике. Я решила закупиться и минимальное количество раз выходить из дома. Может быть, даже и мукпанков будет меньше, потому что я не буду так часто выходить на улицу и покупать что-то для еды. Буду готовить что-то домашнее, что-то, то, что есть дома, чтобы лишний раз как бы себя не подвергать опасности. В общем, на этом все. Этот тортик, если честно, мне не особо понравился. Круассанчик Seven Days это самое любимое. И этот тоже очень вкусный. Давайте доедим его. Я не понимаю людей, которые считают, ай, да ладно, пронесет. Еще едут куда-то отдыхать. Я считаю, что нужно сидеть дома и переждать. Мне кажется, что государство предпринимает все возможные меры, чтобы помочь нам остаться в живых и остаться с хорошим здоровьем. Пока что у нас на сегодняшний день заболевших в Азербайджане нет. И слава Богу. На этом все. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok